Кубанский марафон – это состязания, которые включают в себя забеги на несколько дистанций. Марафон чуть более 42 километров, полумарафон, марафон на двоих – это эстафета 2 по 21 километру, одна двадцатая марафона – это чуть больше 2 километров и одна четвертая марафона – 10 километров. Забеги будут открыты. Заявки на участие уже подали бегуны из 340 городов России и 16 стран мира, всего порядка 4 тысяч человек. Участвовать можно целыми семьями, на дистанцию смогут выйти как опытные бегуны, так и новички. В их числе олимпийский чемпион, депутат Госдумы, наш земляк Алексей Воевода. Он выбрал дистанцию для начинающих – 2100 метров. И сейчас усердно тренируется. Кубанский марафон проводится впервые, общий призовой фонд турнира – более 800 тысяч рублей. Хотим сказать, конечно же, слова благодарности организатору за то, что выбрали именно город Сочи. Для нас это очень важно, что именно в ноябре проходит это соревнование в межсезонье. Тем самым мы подчеркиваем, что город Сочи – он круглогодичный курорт. В любое время года мы готовы принять любое количество туристов в нашем городе. Дистанции марафона проложены через центр города. В связи с этим в воскресенье 6 ноября в Сочи изменится схема движения. Улицы перекроют с 9 утра до 4 часов дня. В их числе – Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Воровского, Парковая, Конституции. Часть курортного проспекта от пересечения улицы Черноморская до Горького. Все выезды с перечисленных улиц также будут закрыты. При этом будет организован проезд по выделенным полосам по курортному проспекту на участках от улицы Паярка до Горького, от Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительской, от улицы Первомайская до Горького. Изменится и схема движения общественного транспорта. Это касается целого ряда маршрутов. Их номера номер 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 24, 25, 30, 36, 37, 38, а также 43, 45, 83, 86, 87, 92, 94. Далее 101, 102, 103, 104, 105С, 105К, 110, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 124С, 125, 125С и 125П. Кроме того, 155, 155К, 169 и 180. Как будут двигаться эти автобусы 6 ноября с 9 до 16 часов, подробности вы можете найти на нашем сайте fkt.com либо на сайте городской администрации. Ну а движение автобусов с номерами 15, 17, 18 и 23 вообще будет приостановлено.